На сцене Донецкого республиканского академического театра «Кукол» состоялась премьера спектакля «Спящая красавица» в постановке режиссёра из Москвы Бориса Чернышёва. Нашей съёмочной группе удалось побывать на одной из репетиций этого спектакля и заглянуть за кулисы происходящего. Несмотря на то, что у нас очень сжатые сроки всегда, потому что я не могу приехать на месяц, на полтора, очень жёсткий график. И вот на постановку отведено две недели всего. Но артисты-профессионалы, они очень хорошо вошли в материал. Видно, что у них глаз горит, они стараются, и я думаю, что результат будет хорошим. В минувшем году Борис Чернышёв поставил на сцене театра весёлое ярмарочное представление «Калинка-малинка». По жанру спектакль был определён как русский народный балаган. Куклы и декорации для постановки создавали совместно с режиссёром спектакля и главным художником Донецкого театра «Кукол» Леси Терновых. Над постановкой «Спящая красавица» работали по уже созданной ранней схеме. Когда у нас возникла идея поставить тут «Спящую красавицу», конечно, первым делом работа с художником. Я прислал пьесу и намекнул, что я хочу видеть на сцене, даже какая гамма цветовая мне видится. Она со мной согласилась, поддержала, и мы начали, наверное, с весны уже обсуждать, что, чего и как. Должница нам предложила образ старых гобеленов в спектакле. И вот эти гобелены, они действительно тканные, сделаны из войлока по технике валяния. Да, чтобы сохранить такую... Все же дворцы были обвешаны гобелены, чтобы тепло было. Вот эти витражи, которые будут светиться, когда надо, а когда они надо, они не будут светиться. Создание эскизов к спектаклю – это очень важный процесс. Ему надо отнестись очень внимательно, потому что я потом не могу сказать, нет, знаешь, это всё не то. А как не то, послезавтра дети придут в зону. Когда мы ставили год назад «Калинку-малинку», я уже присматривался, с кем можно дальше идти, с кем можно сочинять новую историю. И у меня спросили, кого ты хочешь в этом спектакле, я уже так намекнул, кого бы, со мной согласились и дали ещё других артистов. Да, может, в спектакле занято 8 человек, 2 состава по 4 человека. Человек должен одновременно работать и с куклой, и с голосом, и с пластикой. И понимать, что кукла тут главное и себя вперёд не выпячивать, и при этом про себя не забывать. А у нас ещё появились и феерия. Феи? Феерия-то у нас откуда взялась? Есть волшебство, и есть момент, когда актёр ведёт одну куклу, а озвучивает другую. Поэтому артисты работают в нескольких плоскостях. Их работа сейчас похожа на хорошего циркового гимнаста, который ходит на проволоке, но ещё при этом в одной руке крутит кулахуб, а головой чеканит мячик. Если он где-то даст слабинку, он просто упадёт. Они в таком напряжении находятся. Известную сказку Шарля Перо донецкие кукольники разыгрывают в жанре музыкального спектакля феерии. А помогают им в этом необычные куклы, красочные костюмы и древнее искусство театра теней. Те куклы, которые у нас используются в спектакле, они паркетные. Они ходят по тому же полу, по которому и артисты. И теневые куклы. Я ребятам рассказывал, проводил мастер-класс по технологии не только кукол и света. Они освоили новую ещё профессию артиста-теневик. Самое волшебное место – белый экран. До него запрещено дотрагиваться руками. А ручки могут быть непонятно в чём случайно. Дотронулись – пятно. А свет будет – пятно будет светиться. И все будут только на него смотреть. А, грязно! Не должно быть такого. Это парашютный шёлк. Когда театр теней появился в Китае, делали из бумаги. Не было шёлка ещё, папирус был, бумага была. Кукол делали тоже из бумаги, из кожи специально выделенной. И играли при свете луны в Китае. Не было других светильников. Те, кто побогаче сидел в зале, смотрел, кто победнее или слуги, сидели по ту сторону экрана и видели всю чёрную работу. Мы, когда были в Индонезии, мы сидели там. Не, не потому что мы такие бедные. Там интереснее. Потому что в Индонезии спектакли играются так, как они игрались много-много сот лет назад. Без электричества. При свете костров. Там ставили костры, и артисты показывали кукол именно при этом свете. А в Китае при свете луны. Но театр кукол так стал набирать обороты. Интерес появился зрительский большой. Луны нет, а играть хочется. Что делать? Китайские фонарики повесили вместо луны по ту сторону. Китайские фонарики стали играть на них. Потом появилось электричество. И теперь масляные фонарики. Вместо них висит светильник. Ну, тоже китайский, но электрический. Приглашаю вас пройти за мной за экран. Для того, чтобы всё это ожило, вот наша цветовая аппаратура. Электрический фонарь. Вот вместо него раньше светила луна. Теперь верхний фонарь. Артист не прячется никуда от зрителей. Он стоит прямо перед ним. Но экран загораживает. Ларис, можно чуть-чуть дать света? Вот, вот зашла луна, можно играть. Раньше кукол делали из кожи буйвола, из плотного папируса. Сейчас используются пластики. Вот наша фея Карабос. Она сделана из пластика, расписана. И стоит её только приложить, зритель её начинает видеть. Для чего нужна вот эта тряпочка? Она называется рассеиватель. Если её убрать, вырезает вся грязь от тростей. Все ничь, видите, видна. А теперь мы вешаем, натягиваем тряпочку, и тени нет. Грязи нет. Видна только чёткая тень от куклы. Стоит её только убрать, и кукла исчезает, размывается. Вот такая китайская технология. А вот этот фонарь, если мы вспомним картинки дореволюционных каких-то ярмарок, там был волшебный фонарь. Много-много стеклянных пластинок, на них нарисованы какие-то перспективы. Мы смотрим в плоский фонарик и видим перспективу. На нас светит фонарь. Так как это было придумано в России, эта технология стала называться русской. Включается этот фонарик, и мы можем показывать, например, волшебный замок. Он появляется из ниоткуда. Вот его на экране нет. И вдруг он появляется. Музыка к этому спектаклю была написана композитором Антоном Бессоновым. Я даже в афише попросил написать не музыкальное оформление, а композитор. Потому что человек вошел в наш мир, прочувствовал его и начал мне присылать на протяжении всего лета какие-то демонстрационочки, где он играл на гитаре туда, не туда, это нащупали, не то нащупали. Потому что хотелось сохранить и эстетику того времени. Ведь сказка «Спящая красавица», она на самом деле очень... Она самая длинная по времени. Во времена Шарли Перро она занимала 114 лет. Нам сейчас возраст подняли пенсионный, поэтому уже и красавицы не 14, а 16. Поэтому 116 лет. За это время проходит мода, меняется эпоха, архитектура, музыка. Все меняется. Поэтому мы и спектакли хотели показать, что меняется немножечко время другое. У нас в финале куклы выходят в других костюмах. Это тоже... И музыка должна тоже быть не только того времени, но и современной. Мы говорим о тех моментах, которые волнуют и сегодня людей. Мы не рассказываем сказку того времени. Классика она тогда классика, когда она во все времена актуальна. Ведь очень много историй, которые ушли. Мы не знаем многих литературных шедевров, которые были сочинены только для того времени. Лопе де Вега сочинил 250 пьес. До нас дошло три. Те были сделаны на конкретные события, к конкретному времени. И сегодня они хороши, а завтра потеряли актуальность. Их уже забыли, к сожалению. Так мы хотим сказать, что то, о чем наши персонажи хотят сказать зрителю, актуально во все времена. Продолжение следует...